16 мая в Центральной городской, стоматологической и детской поликлиниках приступили к работе медики из Республики Башкортостан. В составе поезда здоровья в Красный Луч приехало 24 врача и 17 средних медицинских сотрудников. Они работают по направлениям поликлинической службы, кардиологической, детской стоматологии и педиатрии. Хочу сказать, что для нас, конечно же, эта помощь очень ценная, тем более в такое сложное, непростое и судьбоносное время для нашей Родины. И нам наши друзья, коллеги протянули руку помощи и высадились таким значительным и таким представительным медицинским десантом. Я думаю, что с ними у нас будет очень плодотворная и большая работа по лечению, по выявлению заболеваний, по лечению наших горожан. Поэтому мы надеемся, что у нас с ними все получится. В Центральной городской поликлинике будут принимать врачи-терапевты, хирург, кардиолог, эндокринолог, лор, окулист. Будут проводиться УЗИ-исследования, эхоскопия сердца, лабораторные экспресс-тесты. Педиатрическая группа врачей включает в себя педиатров, детских неврологов, хирургов, ортопеда, лора, окулист, кардиолога, врача УЗИ-диагностики. Прием будет вестись в детской поликлинике. Кроме того, для маленьких красноучан будет работать детский стоматологический модуль. Медицинские работники из Башкортостана приехали на продолжительное время. Врачи из Дружественной Республики рассказали о первом дне на рабочем месте. Сегодня первый день, когда мы начали проводить диспетизацию взрослого и детского населения города Красный Луч, Луганской Народной Республики. В перечень исследований входят ЭКГ, измерение артериального давления, ЧСС, пульсоксиметрия, эхокардиография, УЗИ органов малого таза, общий анализ крови, мочи, холестерин и глюкоза. Также большой спектр исследований узких специалистов. Всех ждем на прием, приходите. Приехала вместе с бригадой врачей, чтобы помочь жителям Республики Луганска. У нас цель такая провести профилактические исследования, выявить заболевания и оказать помощь. Или если люди нуждаются в специализированной помощи, направить в правильном направлении. У нас три модуля. В трех модулях направлены педиатрическая помощь, стоматологическая и диспансеризация. Для диспансеризации проводятся лабораторные исследования, осмотр терапевта и в дальнейшем по профиле консультация эндокринолога-кардиолога. Имеется также лор-врач, хирург, травматологи. Также оказывают помощь. Главная задача врачей – оказать помощь не только краснолучанам, но и гражданам близлежащих городов и поселков. Руководитель медицинской группы из Башкортостана сообщил, что через две недели медицинская миссия начнется и на подведомственных территориях Красного Луча. Также Руслан Ахмадулин рассказал о привезенном оборудовании. Мы, в общем-то, постарались завести то оборудование, которым нуждались наши коллеги. В частности, здесь одно из направлений, получается, одно из дефицитных или отсутствующих оборудований – это для проведения эхокардиографии. То есть мы привезли соответствующий аппарат ультразыковой диагностики для проведения исследований сосудов. Кроме того, был представлен, я так понимаю, перечень специалистов, которых отсутствовали в городе. То есть в нашем составе врач-эндокринолог. Ну, то есть те вопросы, которые были заранее отработаны по тем моментам, где есть определенные потребности, мы постарались их учесть. Мы привезли аппараты для проведения лабораторных исследований. Это и все экспрессовое оборудование, которое позволяет делать анализы практически в течение пяти минут. Поэтому вот с учетом тех моментов, которые здесь на сегодняшний день пока острые и злободневные, мы постарались их учесть и сюда приехать. На обследование можно попасть в понедельник, среду, четверг, пятницу с 8.00 до 16.00. А в субботу будут работать специалисты с 8.00 до 12.00. Новости телеканала «Луч». Новости телеканала «Луч».